По подсчетам аналитиков программы «Жена Кун» в небольшом таком процентном отношении больше смотрят все-таки представительницы прекрасной половины человечества, Алена. И именно для вас, уважаемые зрительницы, мы пригласили сегодняшнего очередного эксперта в нашу студию. Это Мира Дурбилтаева, она профессионал визажа. Алена, вам слово, я посижу со стороны, посмотрю и послушаю. Да, послушаю, как я обычно про футболу вашу слушаю. Мира, доброе утро. Доброе. Я постоянно прохожу через руки визажистов, сколько уже я их в своей жизни перевидала, и знаю, в принципе, все основные техники, но первый раз слышу, что такое стробинг. Расскажи, пожалуйста. Стробинг – это новая техника, но она пришла к нам из 90-х, опять-таки все идет оттуда вам. Она пришла к нам с запада. Это система нанесения хайлайтеров. Расскажи, как абсолютно ничего сейчас непонятно. Мало того, что стробинг, где Генни, тогда еще… А хайлайтер, Мира сказала, как будто это такое, что все знают, что такое хайлайтер. Да, давай объясним для начала, что такое хайлайтер. Хайлайтер – это светоотражающие частички, которые бывают в разных текстурах. Они бывают кремовые, они бывают пудровые, они бывают в стиках. И человек, если не может подобрать девушку, допустим, по типу кожи, то она может обратиться к ведущим визажистам, то есть к профессионалам. А какого цвета бывают хайлайтеры? Как нужно подбирать? И вообще существует ли какое-то разделение для блондинок, для брюнеток? Да, существует. Допустим, если розовый хайлайтер, он подходит, вот если у девушки кожа более такая оливковая, розовенькая, вот. Есть золотистый хайлайтер, есть золотистый, он больше подходит таким более загорелым. С муглым, да, девушкам? Да, с муглым девушкам. А сколько я знаю, бывают чисто белые хайлайтеры, они, видимо, нейтральные, да, какие-то? Да, ну это можно под глазки, то есть на подбровную косточку наносить, на ямочку купидона можно наносить. О, мне это интересно, я слышала, что ямочка купидона это что? Это где? Это здесь. Вот это вот? Для того, чтобы верхняя губа выглядела более пухлой. Да. У мужчин тоже есть. Конечно. Конечно, что-то. И у мужчин тоже это можно все подчеркнуть с помощью хайлайтера, по-тепетски. Я так понимаю, что в руках что-то находится по теме, нет? Да, в руках я хотела бы продемонстрировать вам, как выглядит пудровый хайлайтер. Вот он, вот такого оттеночка. В этом случае он такой перламутрово-розовый. Да. Вот. И ведущие зоны хайлайтера это центр лба. Угу. Вот. Он, видите, немножко золотым таким идет. Косточка под бровями, над скулами обязательно надо наносить. Ямочка купидона и подбородок. Угу. А ты знаешь, мне вот эти зоны все понятны, но зачем подбородок используется? Это для того, чтобы как-то освежить лицо? Ну, он больше вытягивает. Угу. То есть, если у человека более такое... Широкое лицо, да? У девушки, да, широкое, либо круглое лицо, это придает такое еще... Ну, вытягивает лицо. Угу. Угу. Хорошо. Объясни мне, что нужно для того, чтобы сделать этот самый стробинг? Какие инструменты? Какая техника используется? Какие кисти? Для того, чтобы сделать безупречный макияж, завершить его, потому что в основном стробингом его завершают хайлайтером, используется обычная кисть, можно использовать подушечки пальчиков, но это делать все надо так аккуратно, если у вас есть бронзатор, либо коррекция, это все должно очень хорошо растушевываться, иначе будет смотреться не очень... Ну, пятнами пойдет, проще говоря. Да, будет пятнами, да. То есть, мы используем кисть большую для нанесения пудры. Правильно я поняла? Да. Угу. Ну, единственное, с вашего позволения, Мира, я бы предложил нашу сегодняшнюю встречу и разговор по поводу визажа для девушек, закончить тем, что вы сейчас будете на меня, конечно, косо смотреть, о том, что все-таки естественная красота лица, ее никто не отменял. Я противник, там, большого объема макияжа, и, по-моему, это вредно. Нет, ну, как раз таки стробингом не является, естественно, макияжем. Да. Ничего себе красиво. Поэтому он и пришел с 90-х. Поэтому это не только модно, но это еще и более полезно, чем какой-то стандартный классический макияж. Правильно? Да. Боже. Ну что ж, стробингом, по крайней мере, угодили мужчинам. Да, в нашем случае, Мира. Спасибо огромное за эту полезную информацию, и программа «Женоком» продолжается.